МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История сегодня является датой. 15 лет, как ушел из жизни наш тренер. В честь его проводим этот турнир. Нам постоянно приезжают гости из других областей. И Московской области, и наши дубнинские спортсмены. Уже приезжают Тула, Калузская область, Владимирская область, Тверская область. Соревнования проходят на хорошем уровне, профессиональным обеспечением очень хорошее. В субботу проходил первый день. Порядка 70 человек. К сожалению, там не все по равным причинам наши еще приняли участие. Ребята, тогда должно было гораздо больше быть. И второй день около 30 спортсменов. Вчера, 29 числа, мы тоже приезжали, двух человек представили. Один спортсмен – это Слезкин Михаил. Он выступал по ветеранам, вырвал 100 килограмм, толкнул 120. Это в 43 года человек занялся буквально год назад тяжелоатлетикой. И такие результаты показывает. Просто для себя приятно, что люди думают о своем здоровье. Самые маленькие. Маленькие дети 8 лет выступали. Даже нету 7-летней, там, с обхоза Боро, с Калужской области. Даже такие были. Девочки маленькие были. Ну и там были, естественно, ветераны. Там за 70 лет выступали люди. Призеры чемпиона России по ветерану. Вот. Мастера спорта. И Анашкин Илья, который справился со всеми шестью попытками, то есть выполнил шесть подходов, выполнил от А до Я то, что мы с ним планировали. Спортсмен занимается всего несколько месяцев. Уже выполнил в районе второго разряда взрослого. Это очень быстрый результат. Сколько лет ему? Ему 15 лет. Несмотря на нашу беду и вину нашего государства, реклама идет очень слабая. Тяжелый атлетик, к сожалению, даже многие это не знают. Хотя это очень один из основных олимпийских видов, который в своей подготовке использует 50 видов спорта. А уже, может, сейчас и больше. Он дает основное сило, ведущее качество. А в тяжелой атлетике это не просто сила. Сила координированная, связанная с растяжкой, с основной группой мышц, спортсменов. Элементы тяжелой атлетики включаются обязательно. Потому что нельзя достичь ни в плавании, ни, допустим, в ребле, ни в легкой атлетике, ни в борьбе тем более. Это без тяжелой атлетики я даже не представляю. Я результатом очень доволен. Была проведена огромная работа, где ребята, конечно, не покладая рук, трудились. И, соответственно, сегодня это вылилось в такие результаты. Все наши категории, абсолютные категории были за нами, за нашими спортсменами. Ну, кроме Петра Попова, который на данный момент занимается, за Москву выступает, да. Но я все равно его считаю нашим спортсменом, так как это ученик Александра Михайловича Караулова. Кстати, все сегодня, кто выиграл в абсолютке какие-то призовые места, это все ученики Александра Михайловича Караулова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень доволен. Я очень давно не держался за штангу, за настоящую штангистскую штангу. Сейчас обстоятельства в моей жизни таковы, что я не могу себе этого позволить. Поэтому я очень счастлив просто за штангу подержаться, но уж тем более выиграть соревнования в своей весовой. Это фактически мои минимальные силовые показатели, потому что у меня не было возможности готовиться никакой. Я весьма спонтанно сюда приехал. Немногие люди могут похвастаться за тем, что, проходя службу в армии, они могли найти возможность уделить время своему любимому делу и представить свой коллектив, своих ребят на достойном уровне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы, конечно, отметить Юру Прохорова, саночника нашего. Я надеюсь, что у него в его карьере будут еще большие взлеты, именно в санях. А тяжелоатлетик ему просто по жизни помогает, скажем так, делать физическую подготовку. Вот. Сегодня ему удалось установить рекорд в толчке – 145 килограмм. Ну, соответственно, в сумме он оказал свой лучший результат, стал первым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже немного перевыполнил в плане толчка, то есть второе упражнение, которое выполняли. В принципе, доволен. Пришлось побороться. Но этот спорт для этого и создан, чтобы бороться, показывать свой характер. Пришел к тому, что даже это большой плюс. Прибавил в результатах очень хорошо, ну, начав заниматься тяжелоатлетикой. И считаю, что вроде получается как-то тихонечко. Илью Ерасимову, он сегодня установил сразу два своих личных рекорда. Это в рывке вырвал 132 килограмма и толкнул 160 килограмм. Эти веса ему очень долго не давались, не покорялись. Он собрался с мыслями, также была проведена огромная работа с ним. Поверил в себя, выступил хорошо. Я доволен, честно, очень доволен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честно говоря, я очень доволен. Показал рекордные веса и в рывке, и в толчке. В рывке четвертым подходом получился, а в толчке с третьим подходом. Увеличил на 3 килограмма веса 160. Пробил вот эту цифру 160 впервые в жизни. Очень радостные, очень замечательные соревнования для меня получились. Есть к чему стремиться. Ну, главный соперник – это я сам. Улучшать свои результаты, показать, перейти. К намотиву «Мастер спорта» тоже вот необходимо. Нам надо 320 килограмм в сумме, да, вот. На сегодняшний день показал вот 291. Будем-будем идти, будем стараться. Ради Александра Михайловича секция жива. Продолжать свою работу. Работаем, стараемся. Вот, и, конечно, в память об Александре Михайловиче, с нашем тренере, хотелось бы вот, ну, вот это то, что мы это выиграли, это, в принципе, мы посвящаем ему эту победу. Вот, и не можем себя назвать не иначе, как «Карауловский». А «Карауловский» никогда не сдаются. Я считаю, что это будет всегда с нами. Вот. Ну, и будем дальше готовиться, будем дальше радовать город. И, дай бог, выйдем за пределы города. И, дай бог, выйдем за пределы города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова